Добрый день всем! Мы продолжаем наше чтение книги Раби Ашкенази Маниту «Тайны еврея». Мы находимся в центре обсуждения темы, которая одна из самых главных для Маниту – это тема братства. Он уже говорил, еще повторил, что в конечном итоге цель, которая стоит перед человечеством – наладить правильные отношения с другими людьми. Это в концентрированной форме он называет уравнением братства. В тематике, когда что-то сложное, нам нужно вычислить, разобрать, решить. Так и здесь есть большая проблема, которую человечество пытается решить уже много веков. И до сих пор не нашла окончательного решения. Это как бы нехорошо звучит. В прошлый раз, мне кажется, почему я об этом подумала, кто-то сказал, что вопрос этот сложный. Какой тип отношений мы ожидаем между людьми? Как может человек относиться к другому, к настоящему по-братски, к тому, чего мы хотим? И я поэтому подумала немножко в предисловии сегодня привести пример из Талмуда, когда Талмуд говорит, что пускай человек всегда будет скромным, как Гилель, а не педантом, как шаман. И там есть две истории. Одна история, одна история про принятие Геров, она тоже, собственно, достойна разбора в этом ключе, но еще более, то есть в истории как раз с принятием Геров, там хэппи-энд, там Гилель оказался прав. А во второй истории, там нет хэппи-энда, Гилель оказался не прав. Но тем не менее, он и там, и в обоих случаях он проявляет вот это свойство, которое тому вызывает скромностью. И на самом деле в нем отражается в большой степени, я думаю, то, чего ожидает от нас Тарап в отношении к нашему ближнему. Это очень непростая, непростая гадания, очень непростой рассказ. У Рава Кука есть очень интересное и длинное разъяснение, поскольку это находится в трактате, на котором у нас есть и на я, то есть комментарий Рава Кука. Но я не могу это все пересказать, тем более за один урок. Я просто хотела отметить ключевые точки, ключевой подход, скажем, Рава Кука в данном отношении. На самом деле, как у всех истории Талмунга, которые очень лаконичны, так же, как и истории Тарап, у них могут быть другие объяснения. История заключается в том, что приходит один человек, поспорил, что он рассердит Гилель. Поспорил на 30 звуц, по-моему, в большую сумму. И он приходит с целью его рассердить. Он приходит в пятницу вечером, когда Гилель уже пошел мыться перед субботой, вытаскивает фактически его из душа, кричит на улице, кто тут Гилель, кто тут Гилель, Гилель. Выходит, одевается, закутывается, садится и слушает, что у человека есть сказать. А человек задает ему на первый взгляд, на взгляд самого человека, какие-то бессмысленные вопросы. Почему у вавилонян, еще и обидно, и к тому же, потому что Гилель из Вавилона, там головы такие удлиненные. И Гилель объясняет ему, он сидит, долго думает и объясняет ему, дает ему ответ, потому что там плохие акушерки. У этого всего находит очень сложный метафизический смысл. И мы в это как раз вдаваться не будем. И там он приходит раз за разом, задает такие вопросы, и каждый раз есть что-то. В ответе Гилеля, по видимости, простой, всегда есть сложный подтекст. Но он каждый раз, три раза приходит этот человек с вопросами, каждый раз удатывается к нему серьезно и воспринимает его вопрос как нечто очень важное для второго человека. То есть тут могут быть разные комментарии. Рафштейн-Залис, например, говорит, что он с самого начала понял все. У него был, да, типа, проницательный такой человек, или он понял, решил научить, сделал такое представление, научить этого второго человека, как правильно себя вести и дать ему урок. Но Рафштейн-Залис не так комментирует. Он объясняет, что действительно Гилеля относился к нему всерьез. Что это человек, который он называет, он его называет Михубар-Лехаим, который подсоединен к жизни. Для него любой другой человек имеет не меньшую важность, чем он сам. И если человек к тебе пришел перед самой субботой с каким-то, на первый взгляд, идиотским вопросом, ты не будешь его отталкивать и говорить, какой идиотский вопрос. И сядешь и задумаешься, что в этом вопросе есть такого важного, что его беспокоит, почему он не может спокойно подготовиться к субботе и начать субботу, без того, что ему сейчас дадут хороший ответ. То есть это отношение к другому, дающему полное место в этом мире. Пока, пока в конечном итоге, после всего этого, он говорит, это ты Гилель, который называют там на всей израиле, чтобы не было больше таких, как ты был. Тут Гилель удивляется, а почему? Потому что из-за тебя я проиграл принцип божи. И тут он уже, да, он уже Переходит немножко на другую На другую волну И говорит, ну если так Так, наверное Для себя Только таким способом ты можешь что-то понять И что-то выучить Другие люди могут что-то понять из объяснений Которые он им давал прежде А ты можешь что-то выучить Только когда реально Потеряешь деньги И это тебя хоть чему-то научит То есть это уже когда человек действительно Показывает, что Все, что он говорил Все это было не всерьез Тогда действительно можно изменить Немножко подход, хотя он Не проклинает его, не ругает его Не прогоняет его А объясняет ему, что в жизни есть разные Дороги, тут тоже его учат Чему-то, разные дороги к тому Чтобы понять что-то Это как бы мне кажется Просто мне пришло в голову, что это очень важный Пример в Талмуде, который показывает Реально правильные отношения между людьми Когда даже ты не знаешь А еще нахама растыла только у меня Вот, я только с языка сняли, Натан Я только хотела Я закончу Сам по себе очень интересная история Стоит ее отдельно изучать Но она демонстрирует нам Как можно относиться к другому человеку С полным уважением С полным приятием Как бы другим не казалось это Глупым, бессмыслым И то же самое на самом деле В истории всем известны с принятием геров Который один сказал, что я хочу Принять ноку письменную Второй, я не хочу Я хочу, чтобы ты Второй сказал, что А объясни мне все таро Пока ты стоишь на одной ноге А третий сказал, что я хочу Стать гером Потому что я хочу стать Сперед священником Все это в глазах Шамая Выглядело несерьезно Он его прогнал Он думал, что он правильно оценил И неверную мотивацию А Галерий наоборот Он всегда изначально принимает Серьез людей Думает Полагает, что у них Правильная мотивация Давайте теперь Продолжим наше чтение Про уравнение братства Решение уравнения братства Рассказ писания В центре которого Находится противостояние Кайна и Эвеля Накладывает на обоих братьев Близнецов Обязанность разрешить Уравнение братства То есть это Начало истории Прототип истории И возможность На первом этапе Разрешить его Однако На практике Один становится Властелином Убийцей, скажем А другой Подвластной жертвой В истории человека Было дано Четыре отмета На проблему Властелина и подвластной Убийцей Жертвой Субъекта Объекта Когда я смотрю На государственное устройство Куда я себя Помещаю Я Это я В тоталитарном Обществе Отверждатель Если структура Общества с необходимостью Требует наличия Правителя И подвластного То я предпочитаю Быть правителем Уравнение Жертвенности Самопожертвование Полагает Если должен быть Правитель Подвластный А я с точки зрения Нравственности Предпочитаю Быть Подвластным Это тоже Очень Соблазнительная идея Я не хочу Не хочу Иметь ничего Общего С этой властью Кстати У наших мудрецов Есть такие высказывания Что удались Отвластных Таков идеал Христианства Идея Подставить Вторую щеку Для него Уравнение Имеет вид Я араб А он господин Он господин А я во всяком случае Не хочу Ни за что Отвечать Не хочу Иметь дело С властью С тем Что мне придется Кем-то командовать Не надо Это тоже неверно Да А Общество Основанное На мистике Полагает Если история Требует Правителя И подвластного Я предпочитаю Остановить историю Остановить Время И эмоции Это Восточный Подход И зло Само С собой Прекратится Все мы Будем В нирване И Все будет Хорошо Все мистические Учения Дальнего Востока Во всех Их разновидностях Основаны На этой Концепции Их уравнение Я раб И он раб Мы все Ничто Мы все Растворимся В нирване Это конечно Все Более-менее Упрощенно Но Это Мне кажется Помогает нам Понять суть Почему Многие Режимы Многие Государства Они Не справляются Не Не достигают Цели Неустойчивые Несправедливые И Далеки 301 Это У нас Имеется ввиду Первое Я господин Раб Раб Культура Ценность И тогда Не будет Подвластных Вообще Наше уравнение Я господин И он Каждый человек Видит в другом Господина Каждый Я в тебе А ты во мне Второе Это в сущности Попытка найти Реальное решение Проблемы Двух братьев Которые должны Жить Вместе Жизнь Вместе Это Не разотечность Каждый В своем углу Организовать Правильные Взаимоотношения Обгородиться Стеной Можно И тогда Можно Жить Действительно В мире Но Это Не создаст Реального Мира Мы Постоянно Это Видим Возвращаясь К нашей Теме Первые В истории Два Человета Рожденные Из-за Тробы Матери Каин Представляет С собой Две Идентичности Личность Сына И Личность Брата Это Две Соперничающие Между Собой Личности Которые Должны Научиться Жить Вместе Братство На этом Мы Главу Закончим И Перейдем К следующей Которой Займется Их Отношения Более Тесно Кто-то Хочет Что-то Добавить Нет Когда Не Не Менее Того Характер И Призванием Каин Трудится На земле А Гевель Посет Обид Слово Пастух Ро Э Родственное Слово Дружба Ре Мы говорили, упоминали это предложение «Возлюбить ближнего своего самого себя», как переводится по-русски. То есть «рээ» — твой друг. Но оно похоже на слово «рээ», только без «вап». Но в старых, да, мы часто встречаем краткое написание. Иногда трудно различить, что имеется в виду. Пастух — это лидер. Он лидер, ведет стадо за собой, но при этом способный к братству. Все прадцы и предводители Израиля были пастухами. И Медраж тоже подчеркивает связь между пастухом и вождем. А Маше был пастухом. И тут можно прочесть Медраж Шмак-Раба. Глаза же его смотрят «Очи его проверяют детей человеческих». Медраж опирается на филе, на псалом, на слова псалома. А кого проверяют? Кого проверяет Всевышний? Праведника проверяют. Как написано в стихе пятом, Господь проверяет праведника. А чем он его проверяет? Тем, как тут пасет скот. Но это уже не в псалме, а опираясь на стихи псалма, Медраж рассказывает, как именно происходит проверка. Он проверил Давида по сбой мелкого скота и увидел, что тот хороший пастырь. Как сказано, избрал раба своего Давида, взял его из загона. «Михлаот». Овечья «Михлаот». Почему такое странное слово «Михлаот» только появляется? Чтобы намекнуть на то, что сказано и предстал народ, «Михален» народ приносить. Это совершенно другой текст книги Шмота. Здесь просто проводится параллель между двумя словами сказать, что в слове «Михлаот» есть намек на перестать кончить. Довольно странный такой намек, но Медраж объясняет его просто. Он им просто отталкивается от этой параллели и объясняет его так, как ему хочется объяснять. Давид, он останавливал больших овец, коллег, оставил им преграду остановиться и выводил сначала маленьких пастись, чтобы они могли есть нежные травы, а после этого выводил старых овец, чтобы они ели средние и только потом выпускал сильные, чтобы они ели оставшуюся траву в поле. Это, так сказать, очень важное сказал Всевышний, тот, кто умеет пасти скот, соотносяясь с силами каждого животного, пусть будет пастырем моего народа, как написано, а Татар привел его, чтобы спас народы Якова Израиля на смене своего. И Маши тоже, то есть тут очень занятный такой пример того, что настоящий пастырь понимает, что нет полного равенства. У него в стаде разные овки, и каждому нужно дать правильно то, что ему полагается. Это не каждому потребности, конечно. Это некоторый намек на умение правильно организовать взаимодействие с народом. И Маши также проверяли именно на мелком скоте. сказали наши мудрецы, когда Маши был пастухом Петро в пустыне, один ягненок убежал за ним, пока тот не попал в пещеру. Когда ягненок попал в пещеру, нашел там водоем и собирался напиться. Когда Маши подошел к нему, то сказал, я не знал, что ты убегаешь, потому что ты устал. Возложил ягненок себе на плечо и пошел. Сказал ему Всевышний, ты достаточно милосерден, чтобы пасти человеческий мелкий скот. Клянусь, что ты будешь пасти мой скот. При этом сказано и был Маши пастырем. Когда народ Израиля спустился в Египет, Иосиф сказал своим братьям, и скажите вы, скотоводами были рабы твои в юности нашей и до ныне и мы и отцы наши, чтобы вы остались в земле Божи, ибо отвращение для Египта всякие пастуховец. Это очень важный момент. Может быть, здесь это есть, тоже не уверена. Он это говорит прямо в тексте. Именно здесь проявляется одна из главных точек конфликта между народом Израиля и народом мира. Эвель, а после него Шетт, от которого происходит наша практика, символизирует точку конфликта между пастухом и земледельцем на частном уровне. Конфликт между пастухом и земледельцем это нечто совершенно базовое в культуре человека. Это не осталось только на уровне первых братьев. Оно продолжалось в очень многих культурах как на Ближнем Востоке, так и других местах, где сталкиваются скотоводы и земледельцы, когда на самом деле цивилизация относится к земледельцам, а скотоводы представляются такими бедуинами, которые во многих слуха, слуха. У нас тут не стало извините, это у нас как это сказать, торгили, как это сказать, упражнение такое, проверяют, нет ли тут у нас каких-то спрятавшихся террористов. Надо же, я так первый раз упрошу. Ну, торгили, так торгили. Да, вот эти бедуины, они как бы дикие люди, ходят, себе ничего не строят, а только пасут скотт. И конфликты, конечно, всегда бывают, они там часто бывают не особо моральные с точки зрения заповеди не укради, таскают пшеницу у земледельцев. но это разные, в разных поколениях они выступают в разных совершенно ролях. С точки зрения бедуинов, филах это какой-то презренный человек, который всю жизнь уткнул свою землю и не видит неба, ну и так далее. Ну, а с другой стороны, все наши, так сказать, фигуры и прадцы и Давид, все они по своим призываниям, по своей профессии, можно сказать, они начинали, во всяком случае, с того, что они были пастухами. но это на частном уровне, там есть пастухи и есть земледельцы, но на национальном уровне египтяне со своей культурой и долопоклонства, противоположной культуре еврейского народа, представлены в Писании как ненавистники пастухов, то есть есть некоторое имманентное противоречие между привязанностью к земле и пастухами, которые не привязаны и ведут такой пасторальный это называется образ жизни. Понятие пастырь очень глубокое. Ему соответствует понятие воспитатель, а позднее священник. То есть есть у пастыря, у того, мы уже сейчас эту тему затронули, у того, кто способен вести стадо и понимать нужды животных, это некоторый архетип человека, который способен вести человеческие группы на собой и понимать их нужды. И поэтому он может быть воспитателем, а далее священник. в отличие от земля, каин земледелец, материальный человек, обладающий имуществом и собственностью, физически относящийся ко всему миру как к своей собственности. В самом деле вот эти описания братьев, они не сто процентов, но мы уже понимаем, что есть сложность в каждом типе, в том, как они представлены в начале истории, в том, как они развиваются в процессе истории, они не простые типы, они сложные, в нем есть много разных свойств, и мы это увидим дальше. С одной стороны, он относится ко всему миру как к своей собственной, вся материя и Бог. Каин крестьянин, человек в земле. Каин относится к жизни не как к процессу, а как к разуму и событию, которое фактически завершилось в перерождении. Он сидит на месте, он постоянен, ничего не меняется. Все, я родился, я живу, никуда я не иду. А пастух он все время ходит, он совсем у него другое восприятие мира. С другой стороны, Гевель кочевник, человек духа, заботящийся о ближнем, пастырь, человек, живущий в соответствии со временем. То есть, он осознает это движение времени гораздо больше, чем землетелие. Пастух это тот, кто заботится о других, но Гевель это также все то, что временно, проходящее и эфемерно. С одной стороны, он связан со временем, с другой стороны, также связан с эфемерностью времени, в которой эфемерностью человека во времени, скажем так. Кроме того, глагол, относящийся в этом предложении к именам, к их именам и предназначению, указывает на разницу между ними. И был Вэйгий Эвель пастырь львовец, а Каин был Гаян, земледельцем. Это разные глаголы. Сказанное про Эвели Вэйгий это глагол в будущем времени, превращаемся в прошлое с помощью оборачивания. Вот это такой грамматический конструкция, которая часто встречается в Танахе, она как бы две возможности сказать в прошлое время. Один раз просто Хаян было, а другое Вэйли и будет. То есть на самом деле будет это то, что было. То есть этот союз В, стоящий перед глаголом, изменяет прошедшее время глагола на будущее и наоборот. И это указывает на постоянное становление. То есть он все же обращен к будущему. Хоть это и было, но в этом есть намек на то, что он обращен в будущее. Тогда, как форма Хаян был, описывающая Каина, это простое прошедшее время, которое указывает на полную законченность. Было и было. Каин был и остается властелином мира. Это не значит, что природа Каина была греховной. Это очень важно. В природе материи нет зла. Ведь Бог создал этот мир вещественным и материальным к своей славе и по своей воле. Однако гордость и высокомерие Каина в период его власти в мире привели к тому, что он ошибся в понимании целескворения. Глагол Хая был в этом контексте, соответствует, как мы уже объяснили, представление Каина о том, что этот мир это все, что есть, и он уже сделан, совершенен и завершен, так что человеку больше нечего добавить. С другой стороны, про Хевеля сказано воедино, что намекает на семью наших правилцев, которые всегда находятся в процессе обновления, изменения и становления. Я остановлюсь здесь и что-нибудь сказать. Андрей, можешь что-нибудь добавить? Мне кажется, только начало, да, там будет продолжение еще, разворачивание двух этих мировоззрений. Да, конечно. Ну, давай тогда я тебе передам как это называется. Микрофон. Что я передаю? Микрофон. Микрофон. Правильно. Так, на протяжении всего рассказа писания о Каине и Хевеле в центре остается главная проблема, сформулированная в этих двух первых стихах. С рождением первых в истории близнецов появились человеческие персонажи, самосознание которых было полностью противоположным. Значение имени Каин мы уже кратко обсуждали выше, а теперь рассмотрим значение имени его брата. Хевель это дыхание. Такое понимание слова Хевель отражено в высказывании мудрецов. Мир существует исключительно только в заслугу дыхания Хевель юных учеников. У слова Хевель есть еще одно производное значение нечто мимолетное и приходящее как дыхание, ускользающая тень, нечто временное, отсутствие постоянства и самостоятельного существования. В интеллектуальных терминах оба эти значения заключены в имени Хевеля изначально. Однако какое из этих двух значений в конечном итоге окажется верным зависит от выбора Хевеля и от его действия. То есть два значения. Одно это мимолетный, ускользающий, а другое это дыхание изучающих торов, когда они произносят то дыхание, которое из них выходит. То есть он в итоге стал мимолетным, а должен был что-то говорить, обучать своего брата этим дыханием во время речи. Зависит от выбора Хевеля и его действий. И был Хевель пастырем овец. В силу своей сущности как брата ему легче принять на себя духовное воспитательное предназначение. С точки зрения естественных ролей совершенно естественно, что Хевель действительно становится пастухом. С другой стороны, и был Каин земледельцем, дословно работником, служителем земли Увед Адама. Собственническое отношение к земле является естественным отношением Каина к миру. Важно отметить, что в написании слова работник Овед а также слова пастух Роэ отсутствует буква Вав. Как будто Тора хочет намекнуть нам, что в каждой из этих сущностей есть определенные недостатки. Каин из работника Овед земли может превратиться в раба Эвед земли. С другими огласовками можно прочитать Эвед Адама раб земли. Это такое краткое часто встречается краткое но иногда встречается и полное написание каких-то слов. Поэтому вполне законно трактовать краткое написание без гласных без буквы Вав. Если там была Вав то было бы однозначно что он работник. Написано это как будто и раб. Можно и так почитать. Эвелис пастуха овец может превратиться в бессмысленно блуждающего с овцами. Подобно тому о чем говорит Куэлит Раут Руах в погоне за ветром сумасшествие. Каин связан с землей с материей. Он может исправлять материальный мир и управлять им. И таким образом подняться выше чем его брат Эвелис. Тогда как Эвелис кочевник который всегда в движении человек духа может быть либо лидером либо ведомым ведомым ветром в смысле гонится за ветром. Либо он пасет скот либо ветер его пасет. Вот только я не понял почему Каин благодаря связи с материей может подняться выше чем Эвелис. Ну это как бы на самом деле цель творения. Бог создал материальный мир, что мы из этого материального мира познали Всевышнего. То есть материальный мир дан нам для того, чтобы мы раскрыли через него Всевышний. Дух это конечно прекрасно. И духовность я не умоляю ее важности. Но пока эта духовность остается где-то оторвана от материального мира, у нее фактически нет никакой пользы. Она имеет значение только тогда, когда она воплощается в материальном мире. Когда мы понимаем Всевышнего из этого мира, когда мы в этом мире реализуем планы Всевышнего. То есть Каин он ближе к цели творения получается. На самом деле да. Это трудно сказать ближе или не ближе. Но основной интерес на самом деле Всевышний заинтересован в Каине. Он с ним разговаривает, с Эвелем он вообще не разговаривал. Мы приняли его жертву. Вся интрига крутится вокруг Каина. Всевышнему нужен работник, земледелец, тот, кто работает в материальном мире. не получается. Тот, кто связан с материальным миром, его затягивает материя, и он идет по пути Каина. Тот, кто Эвелем, тот, кто чисто духовный, он отрывается от материального мира и тоже не выполняет назначения. У меня есть такое соображение, что Всевышний поэтому взял пустыков и постарался посадить их на землю. Это наших братцев в смысле. Дал нам землю. То есть потом опять как бы он вас выгнал землями, опять как бы тысячелетия находились там в области духа. но возвращение на землю совершенно необходимо для того, чтобы на земле реализовать планы Всевышний. Дака не то, что он ближе, но у Эвелли своя обязанность, свое назначение. Если бы он его выполнил, он в каком-то очень большом смысле был бы соучастником, партнером Каина в построении ином умера, в строении материального. То есть они должны были работать вместе, да, Каин преобразовывает материю, а Эвелли его учит, воспитывает. И тогда они бы как реализовали цель творения вместе, благодаря своим противоположным качествам. А в итоге это оторвался от земли и стал как бы кочевать. То есть то, чего ему не хватало получается, стал странствовать. да, но там сложнее, потому что он потом стал строить город, то есть может быть вообще говоря, даже после убийства Эвелли, ну это спойлер, может быть не все было бы потеряно, ему были даны еще годы жизни, которые он мог бы что-то исправить. И может быть, я не знаю, это Равмониду не пишет как раз, мне кажется, его вот странствия, они могли бы его как-то исправить, но, видимо, не исправили. То есть мы видим, что не реализовался план творения в его поколении. Ну, судя по тому, сколько Всевышний с ним разговаривает, он все-таки не теряет, наверное, надежды на исправление Каина, пытается его как-то направить. Но, конечно, при этом нам никогда не дают ответы в задачники, которые на последней странице тебе могут намекать, с тобой могут вести разговоры, но работа должна была быть сделана нами, основная. То есть Всевышний не может, мне кажется, идти за Митяевеля, потому что главное, это было правильное построение взаимоотношений между ними, а этого не вышло. Ну, и, соответственно, они не вышли в следующих поколениях. Главное это построение взаимоотношений между людьми, у которых изначально разные или даже противоположные свойства. Да. Ну, ну, это архетип, конечно, да, иногда бывает, что у людей похожие свойства, им тоже трудно наводить отношения, правда же. Это не всегда однозначно. Это нам выделяет какой-то архетип важный, важный и в смысле личных взаимоотношений между людьми, я думаю, в смысле взаимоотношений между народами. если мы не смогли кого-то тут правильно воспитать, это тоже наша ответственность. Так. Имена первых двух в истории детей, рожденных женщиной, отражают предоставленный им выбор. Каин, собственник и гордец, может воспитать себя таким образом, чтобы остаться чистым от греха. Он может стать Каином, изучающим сущность морали и реализующим ее в жизни. И таким образом превратить этот мир в безопасное и мирное место для всех его жителей. Безопасное гнездо. Как сказано у Ирмия, подобно голубю гнездящемуся. Имя Каина также связано со словом кен, гнездо. Если Каин может стать настоящим героем, управляющим своими страстями, побеждающим не мир, а собственное дурное побуждение, этот мир сможет немедленно превратиться в мир грядущий. Хевель способен на братство и понимание социальной морали, а его старший брат о них как будто не знает вовсе. Если Хевель не сможет научить Каина братству, он не выполнит своего предназначения и окажется в большой опасности. В этом случае для него будут открыты два пути сбежать от Каина, подобно тому, как сбежал Иаков от Исава, или быть им убитым. С другой стороны, если Каину не удастся усвоить от Хевеля идею морали и братства, то все потомки Каина будут только деградировать и в конце концов придут почти к полному самоуничтожению. Ответственность за воспитание Каина лежит на Хевеле. В случае его успеха мир будет исправлен. Если он потерпит неудачу, они оба потерпят неудачу. Ключевой вопрос, который на данный момент остается без ответа, что выберет каждый из них на деле. Получается, два брата должны решить уравнение братства, но при этом здесь получается, что действовать должен Хевеле должен воспитать. А Каин должен ждать, пока его воспитают или как? У него есть какой-то выбор до того, как конфликт произошел? Есть ли выбор у Каина? Всегда есть выбор. Но задним числом мы знаем, что полагаем, что есть вещи, которые есть только в теории. Это мое представление. Есть вещи, которые, да, выбор всегда есть, но на самом деле в реальности выбор сильнее ограничен, чем в теории. То есть не случайно у него был этот брат, чтобы смог научить его, чтобы была опция продвинуться ему к моему, не одному. Вообще без брата вообще непонятно, какая перед ним стояла задача. То есть брат в момент часть поставленной перед ним задачи. Но нельзя сказать, что она только на крайне и всю вину свалит на него, как мы прилагали делать. Вот он такой плохой, он сделал неверный выбор. А где был Эвер? Почему он вообще не смог с ним наладить правильные отношения? Это трудно, наверное, я уверена, что трудно. Но он возможно даже не понимал, что такая задача перед ним стоит. Может быть. Для него важно было сбежать. Да, как вариант. Или быть убежал. Это его природа пастушеская, да, убежать сегодня здесь, завтра там. Вот то, что он говорит, как Яков убежал и писал. Тут, мне кажется, есть намек на то, что Яков не должен был убегать и писал. Я в других местах, в другом месте где-то, я комментарий такой Маниту, по-моему, тоже слышала. Да, от имени Маниту, что та же самая проблема возникает между Яковом и Салом, что Яков все время сбегает от Исалом. Он убегает от ответственности за брата. Он хочет от него отделиться. Пускай он там на Гарсир идет к себе и чем дальше от меня, тем лучше со своими проблемами, со своими женами, со своими страстями. А между ними на самом деле тоже должна была быть, наверное, та же интеракция от тех же проблем. Они каждому поколению принимают другую форму. Они не одинаковые, потому что все время есть какое-то развитие. Но те же самые проблемы стояли и перед Исалом и Яковом. Перед Яковом скажем. То есть Яков должен был воспитать, обучить Исалом. Да. Не наладились братские отношения? Нет? Так, подводя итог. Каин сын, Гевель брат. Каин главный, Гевель дополнительный. Каин земледелец, Эвель постул. Каин материальный человек, Эвель духовный человек. Формируется. Каин приобретенный, чистый, Эвель дыхание, приходящий пар. Моральная проблема Каина дать место в мире другому. Моральная проблема Эвеля научить Каина братства. Это очень сложно понимаешь, это очень сложно. Братство больше убежать, да? Или даже быть убитым. Как сегодня мы себя спрашиваем, кто-то спрашивает, а кто-то нет. Я даже редко это слушаю. Как мы могли воспитать палестинцев? Как мы могли воспитать Хамас? Как мы могли воспитать жителей Азии? Чтобы всего этого не случилось. Возможно, это вообще. Но всем говорят, это невозможно. Их невозможно победить, невозможно говорить. Посмотрите, они всем приносили несчастье. Они пришли в Горданию и чуть не разрушили страну. Они пришли в Ливан, они разрушили полностью страну Прецветающую. Мы не могли вообще, мы не хотим всем им иметь ничего общего. Мы уйдем из гушкотифа, чтобы быть подальше, чтобы построить между нами стену. нам этого не позволять. Не знаю, сможем ли мы вообще когда-то придумать, как их воспитать, как их научить. Потому что то, что там произошло, что мы их оставили на произвол судьбы, на произвол Хамаса. И то, что там воспиталось сегодня, мы видим результат. То есть я не очень хотела переходить на актуальный, но она очень напрашивает часть. Вот этот подход маниту, мне кажется, он очень эффективен в этом смысле. И в том, что действительно ответственность за брата никогда с нас не снимается. Это не вина Эвели. Надо важно понимать. Никто не скажет, что Эвелю виноват, что он его не воспитал. Это ответственность. на нем была ответственность воспитать. Он не воспитал. Виноват конечно, что он обидел. Но ответственность на всех лежит. То есть это побег Израиля, оставление вот этой территории, это то же самое поведение, как у Якова. стену поставить между нами ими. Получается, может быть, как раз от Эвеля, от Якова требуется быть более активным. Это свойство Каина, свойство земледельца. Я не жду, пока принесут приплод мои овцы, а я вонзаю в землю свою саху, начинаю на нее воздействовать. Ну, такой как бы земледельцев. Да, но мы-то вообще-то уже перешли в разряд, после выхода из Египта, перешли в разряд земледельцев, мы должны усвоить активную позицию. Но, конечно, был перерыв, изгнание, мы немножко про нее забыли. Но вот именно то, что теперь земледельцы на нас накладывают, мы должны этому научиться. активной позиции. Но это все непросто. Ну, так и тот, и другой живут же, оба они как бы в подсознании народа, да, и проявляются и тот, и тот. Да, это правда, для этого и важно было, чтобы этот вот, чтобы этот воспитатель, пастырь, чтобы он стал активным. но он пока еще не стал, да. Во всем случае, недостаточно. Ну, вот Рафшерке пытается проявлять активность в этой области, я думаю, она очень важна, хотя масштабы мне пока не очень большие. есть еще что-то кто-то хочет сказать, добавить, спросить? Следующая глава у нас будет выбор Кайна и Эвеля. Я прочту только на начало, который всем знаком, и мы пока подумаем, что здесь у нас происходило. А на следующей неделе, я думаю, уже займемся с течением этой главы. И было в конце дней, принес Кайна подов земли дар Господу, и Эвель также принес первородных овец своих и источных, и Господь обратил внимание на Эвеля и на дар его, а на Кайна и на дар его не обратил внимания, и очень досадно стало Кайну, и по них лицо. Там будет интересное обобщение в этой главе, чем отличался дар Кайна от Дара Эвеля, обобщение того, что сказано нашими мудрецами, что он принес что-то, что неважно для него, лишнее для него, а Эвель приносил что-то такое, что существенное, важное, настоящее. Ну, в основном, обобщение с обобщением не то можно будет и поспорить, но суть там конечно очень важна. И мы об этом, я думаю, что не стоит начинать до сегодня, об этом поговорим в следующий раз. Здесь будет и о приношениях, и там в отношениях. И всем вам пожелаем нам и вам хороших новостей. Если есть какие-то еще замечания, я... Будет народ безмолвствует. Ну, хорошо. Окей, всего доброго. Всего доброго. Всего доброго. Пока. До свидания. Спасибо вам большое. До свидания. До свидания. До свидания.